Вот Авдеевку мы там ее сейчас стираем. Ну, все равно ее не будет. Какая разница? Депутат Российской Госдумы Алексей Журавлев в прямом эфире российского государственного телеканала призвал стирать с лица земли населенные пункты Украины. По его словам, Работино, Авдеевку и другие города и поселки Донбасса не нужно жалеть, так как в будущем их все равно не будет. Мы ведем специальную военную операцию, надо всем понять. Там есть эта Авдеевка, ну, у нас же есть эти снаряды, ну, ФАП-1500. Ну, объявите, сказать, ребят, вам всем хана, выходите оттуда, если там вообще кто-то остался, не знаю, мирное население. Ну, там ее стереть, что? Депутат российского парламента в студии российского федерального телеканала на всю Россию предлагает стереть Авдеевку полуторатонными авиабомбами. Авдеевка – это такой город недалеко от Донецка, город коксохимиков. До войны там работал крупнейший в Европе Авдеевский коксохимический завод и проживало около 30 тысяч жителей. И вот теперь россияне хотят его стереть. Ну, видимо, это и есть та самая помощь Донбассу, о которой все время говорит Владимир Путин. И наша задача, наша миссия, миссия наших солдаток, ополченцев в Донбассу – эту войну прекратить, защитить людей. Конечно, мы должны были помочь, и мы помогаем людям, которые проживают на Донбассе. Объявили, вышли, на, давай, до свидания, зашли туда. Ну, че вот мы в том же Работино, там все равно его нет. До того, как Россия вторглась в Запорожскую область и стала, как выразился этот депутат, стирать города и поселки, Работино было обычным украинским селом. Его жители мирно трудились, выращивали хлеб, выращивали овощи, фрукты. И вот Россия пришла, сначала разрушила это село, а теперь они говорят, ну, мы же все равно его разрушили. Давайте его вообще теперь сотрем в пыль. Ну, все равно же его не будет. Там ни одного здания нет, там даже нельзя укрепиться, там, я говорю, в Бахмуте, наверное, больше сейчас целых зданий чем-то. Все равно что, не будет. Ну, Тавдеевку мы там ее сейчас стираем. Ну, все равно ее не будет. Какая разница? Какая разница, говорит российский депутат. Для него действительно нет разницы, для него нет никакой проблемы в том, чтобы просто взять и стереть в пыль город с населением 30 тысяч человек. Да для них это вообще мелочь, они Мариуполь не пожалели с населением почти в полмиллиона, а тут какая-то Авдеевка. И самое потрясающее, вот то, что они же это все говорят совершенно открыто, в эфире своих телеканалов. Это не то, что, знаете, с какого-то секретного совещания информация утекла, вот в каких-то тайных переговорах это прозвучало, и кто-то взял там, подснял и выложил все. Нет, они сами добровольно на всю Россию в эфире своего государственного телевидения откровенно признаются, что их цель вообще стереть весь Донбасс с лица земли, потому что, ну, типа, все равно же его не будет. Чего жалеть эти Авдеевки, Работино и прочие поселки, названия которых они даже не запоминают. И вы можете сами задать себе вопрос, и мне очень бы хотелось, чтобы жители Донбасса его в первую очередь себе задали, а могут ли люди, которые защищают кого-то, ну, или как они считают, там, спасают, освобождают, могут ли люди так относиться к тем городам, к тому региону, который они якобы защищают? Ну, по-моему, ответ очевиден. Так относиться, такое говорить в отношении Донбасса могут те, кто этот Донбасс ненавидит всеми фибрами души и хочет просто его ликвидации. Вот их цель просто стереть в пыль весь регион, его население рассеять, чтобы никакого Донбасса не было вовсе. И это и есть разница в подходах Украины и России. Мы четко видим, что те города, которые остались под контролем Украины, они после прекращения боевых действий имеют все шансы вернуться к нормальной жизни. Да, мы понимаем, что будет тяжело, будет очень сложно преодолевать последствия, но какая-то нормальная жизнь туда вернется. Придут инвестиции, придет помощь от западных доноров, придет какое-то развитие. А в те города, куда Россия дошла, туда никакая жизнь уже не вернется. Потому что этих городов нет. Потому что россияне сами открыто говорят, да наша цель их просто стереть, все равно их не будет. Чего их жалеть? И вы сами это слышите. И помогите распространять эту информацию, вот серьезно, это важно, это должен слышать весь мир. Не только люди в Украине, в России, во всем мире. Оставляйте комментарии, лайки к этому видео, так оно получит больше охват. И обязательно подписывайтесь на канал, это тоже очень важно.